Всем привет дорогие друзья, с вами снова Адам Натаспейс и сегодня у нас будет обзор на моих проапдейтинных мини фигурок по серии Лего Вархаммер. Меня многие просили сделать для орков какое-то средство передвижения или транспорт или что-то, что-то такое. Я решил дать им вот этого вот моего мусорного дредноута, который так назывался в прошлом обзоре, но он будет орков, ну то есть дредноут орков. Так как у него, во-первых, сзади и плащ с символом орков, то, думаю, да, для орков этот транспорт, не транспорт, большой юнит подойдет, я думаю. Ну и перейдем к моему отряду орков, но как бы не отряд, здесь всего две мини фигурки, но они кастомные. Ну и начнем, пожалуй, с этого орка, у него имеется большой флаг в виде знамени, он такой весь уже покорябленный. Ну, это так и должно быть вообще в лего. Щит, бластер, броня, символ тут. В общем, классная мини фигурка, также здесь имеется меч. Как вы знаете, в Вархаммере орки все, что попало, нацепляют с поля боя, все забирают, пользуются многими оружиями. То есть у них могут быть оружие и астромилитериум, и, не знаю, спаренные пожиратели тиранида, все что угодно у них может быть. Орки это такие чуваки, они по большей части, мне кажется, мусорщики. Ну, я не знаю, мне орки не нравятся, поэтому я сделал так, немножечко их. Этого орка вы уже видели, у него сзади имеется хук. Этот орк тяжеловес, то есть, как видите, он идет с хуком, то есть на нем больше-больше всего, и он может сражаться, наверное, искуснее воин, чем тот. Вот, хотя, не знаю, решать вам, кастомы я сделал, в принципе. Такая вот мини-фигурка, но орки, как я уже сказал, не моя любимая раса, поэтому просто убираем их. Следующий это у нас Грей Найт, то есть Серый Рыцарь. Да, мог ему дать какой-то, не знаю, шлем рыцаря, в принципе. Так я только что и сделал, собственно говоря. Я снял шапку, взял шлем, и думаю, так он выглядит гораздо более похоже на одного из Серых Рыцарей. Ну, думаю, в нем ничего такого суперского нет, именно по его передней части. Давайте посмотрим назад. Сзади уже у нас интереснее идет, так как я использовал такую неординарную детальку. Это не лего, я даже не знаю, откуда у меня такая деталь, но я рад, что она у меня есть, ибо без нее бы я не смог создать данный пулемет. Так, стоп, у него на плече. Вот, как видите, у него из вооружения имеется такой астромеч, щит и такой пулемет. Он даже имеет в плей функцию, то есть вы нажимаете сюда, и он выстреливает тупо. Ну, он выстреливает только именно пулеметом. Ну, не знаю, просто нашел деталь, именно, знаете, сейчас использую такие бластеры, чтобы выстреливать в Старворс и в ультраагентах. Ну, в общем-то, я его сюда поставил, прикандычил такую вещь, похожую на пулемет, и Серый Рыцарь готов. Следующие, более многочисленные мини-фигурки, то есть их тут три, это Космодесант, конечно же. У меня один легкий пехотинец, то есть у него нет же бэкпэка, и два тяжелых, ну, как бы обычных. Я покажу вам только одного, потому что, хотя, даже двоих, наверное, покажу, так как принты у них на лице могут немножко различаться, ибо... Ну, я их сам рисовал, покажу, в общем, одного. У него сделан такой кастомный бэкпэк, в принципе, в нем ничего особенного нет. Вот такой вот, ну, шлем, я думаю, разрисовал достаточно неплохо. Маркером все делал. Ну, такие вот Космодесантники. И у этого уже Космодесантника тоже разрисованное лицо, и у него есть его болтер. Так вот, пропечатка везде. Ну, и на сладенькое остался у нас темный пехотинец. О нем уже есть что рассказать. Вот это вот ободок, не знаю, как это называется, сделан из лего рук человечков. Здесь у нас черепа, его бэкпэк просто чудо. Еще я ему нарисовал, конечно же, лицо. Ноги пропечатанные я взял, бластер. Ну, думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok